Здравствуйте дорогие друзья! Наш сегодняшний гость Феликс Шашенбаевич Кулов. Это известный политик, который занимал наиболее большое количество высших государственных должностей, бывший министр внутренних дел, бывший вице-президент, бывший премьер-министр, бывший министр национальной безопасности, мэр города Бишкек. Ну еще губернатор Чуйской области. А, губернатор Чуйской области, да. То есть те должности, куда я не просился, кроме того, что я хотел стать генералом. Это единственная была моя мечта. С детства? Да, как говорил Остап Бендер, сбыла с мечтой идиотов, и я стал, в порядке шутки, стал генералом и на этом хотел успокоиться. Но у вас как раз вот неформальное ваше прозвище, железный генерал, так же, так и получилось. Хотелось бы вернуться в историю. Вы стали вице-президентом еще при Советском Союзе? Да, при Советском Союзе. Вот ходят все-таки слухи, что вы должны были быть ставленником КГБ в таком случае, что просто так на эту должность в то время не назначали посторонних. Вы знаете, я даже где-то слышал, что якобы и Акаеву с разрешения КГБ СССР этот вопрос решался. Это абсурд полный. Если кто внимательно наблюдал за историей, но молодежь, наверное, этого не помнит, был легендарный парламент, и нам, 350 депутатов, никакой КГБшник ничего не мог внушить. Мы решали сами депутаты, и первый, если вы помните, был очень демократичный отбор. Когда был Апас Джумагович, Апсамат Масалевич, Амнабек Джулгамед, Амнабек Джумагамед. Это были три кандидатуры, которые шли. И когда вот первый раз они прошли, он потом ко мне обращался. Но они как раз партийные боссы были. Они как раз могли быть и ставленниками. Нет, нет. Но все равно они были из депутатов. Это выдвигали сами депутаты. И было тайное голосование. Там никто не мог повлиять. Но поверьте, это глупость. На 350 депутатов повлиять. И о них никто не прошел. И потом уже появился Аскар Акаевич. Второй кандидат был, это наш уважаемый Чингисторикул Чайдматов. Он отказался и остался Акаев. Никакого КГБ близко не было. Это все слухи. На самом деле, абсурд. Полная чепуха. Вы первый раз получили славу, когда вы еще были комендантом города Фрунзе во время Оржских событий. Потом вторая мощная слава, это ГКЧП. И вы уговариваете Аскара Акаевича не идти на поводу Пучистов. Во-первых, я не уговаривал. Аскар Акаев, надо прямо сказать, на второй день. Как только ГКЧП объявили, Аскар Акаевич сам нас призвал к себе. И сам, выслушав всех, там у нас немножко такой произошел с покойным осанковым генералом, председателем КГБ. Произошел такой момент, когда нас собрал Акаев у себя в кабинете. Был Медель Шеремкулович, был Герман Серепионович, был я, как министр внутренних дел, был Асанкулов. Еще кто-то не помнит, видимо, работники аппарата президента. И вот тогда Асанкулов сказал, давайте поддержим ГКЧП, ничего делать не надо. По нашей информации, рабочий класс, значит, партийные органы полностью поддерживают ГКЧП. Акаев тогда так не знал, что сказать. Я поднял руку. Я сказал, как министр внутренних дел, я хочу заявить, что информация несколько искаженная. Народ не поддерживает ГКЧП. МВД не поддерживает ГКЧП. И я сказал, Аскар Акаевич, у нас есть декларация независимости, государством суверенитети. И мы должны действовать соответственно нашей декларации. И о том, что мы суверенное государство. Исходя из этого, мы должны поступать. Аскар Акаевич всех выслушал, и он тогда принимает решение. Он звонит в Москву и говорит, что надо снять Асанкулова с работы. И Германа Серепионовича Кузнецова, вице-президента, одновременно назначает исполнять обязанности председателя КГБ. Две должности, да, исполнял. И он одновременно сразу возглавит КГБ. И Асанкулова тогда снял с работы Акаев. Я тогда сразу же, учитывая эту ситуацию, я сказал, что я беру под охрану все важные объекты, здание ЦК партии. Значит, ну, почта, телеграф, телефон, радио телевидение и так далее. Мы взяли полностью под охрану. Тогда, значит, возглавил эту работу Дерлдаев. Он был руководителем спецподразделения по борьбе с организованной преступностью. И вот мы таким образом взяли полностью под контроль. И аэропорты тоже. Потому что позже уже пошла информация. Мне звонил генерал-полковник Фуженко, командующий Среднеазиатским военным округом, который прямо сказал, вы что там играете в демократию? Я сейчас направлю там танки и так далее. И получили такую информацию, поэтому усилили в аэропорту. Был такой еще генерал Лукьянов, командующий Панфиловской дивизии. Он тоже оттуда позвонил, сказал, я сейчас пару залпов дам, и здесь разнесу полностью ваш белый дом. И тогда... И у вас было столько смелости противостоять этому? Как это? Как вы думаете, что играло? Я не считаю, что это смелость, понимаете. Как вам сказать? Есть свой долг. Я давал присягу. Да, если это... Может быть, для кого-то это смешно, там, или вычурность. Ну, так я ношу погоны с 18 лет. Я привык выполнять... То есть вы чувствовали, что это чисто переворот, неконституционный, незаконный? Ну, конечно. Когда я еще посмотрел по телевидению, когда Янаев выступал, и у него руки тряслись, я понял, что это все... Вот чепуха, они далеко не пойдут, понимаете? Потому что и как они работали, тоже это понял. А более того, я еще пытался позвонить Пуга, значит, министру внутренних дел, исключительно порядочный человек. Я знал, что он никогда на это не пойдет. Ну, поверьте мне. Я знал хорошо, значит, Громова, да, бывшего известного афганского героя, да, он потом пришел первым замминистра, он за них делал. Я знал, что он тоже не пойдет. Потому что я хорошо знал этих людей. Поэтому я был уверен. И вот, кстати, Пуга, после того, как все не получилось, он застрелился, его жена тоже. То есть это порядочный человек, понимаете? Он понимал. Его втянули вот в эту аферу. И перед этим был такой интересный момент. Я впервые в Советском Союзе, как министр внутренних дел, объявил, что наши органы будут департизированы. Мы все выходим из Компартии. И сдаем партбилеты. И 19 августа как раз показали нашу республиканскую партийную конференцию МВД, где было заявлено, что МВД выходит из партии. И поэтому мне потом звонили и говорили, ну, тебе Кулов в конец пришел. Ну, так, более, не конец, а более жесткими словами, потому что ты вышел из партии вместе со своими сотрудниками, и вы первый сядете в тюрьму. Ну, на самом деле, пришел не конец вам, а пришла некая такая слава политическая. Скажите... Это не слава. Это вам, как вам сказать, да? Это просто определенная известность на волне. Известность, слава. Ну, я называю это славой, как журналист. Оскара Каевича ревность тогда уже началась? После вот этой вот, ну, назовем это славой. Нет, почему же? Мне предложил пост вице-президента. То есть тогда вы были любимчиком еще. Вы знаете, как-то Акаев мне сказал, когда я стал вице-президентом, он говорит, что каждый зам, то есть каждый заместитель, мечтает стать сам. И по Конституции я, в общем, должен все очень интересно вице-президентом. Я за экономику вообще не отвечал. Ни за какие экономические проекты. Я исполнял по Конституции отдельные поручения президента. А в отдельные поручения президента мне было дано конкурировать всеми силовым блоком. Вот. И поэтому, видимо, у него какая-то ревность была, поскольку, вот вы говорите, там слава, он так понимал. Я, например, спокойно к этому относился, и даже для меня это было... Я выполнял свой долг, я ничего в этом не видел. Но я знаю, что в окружении там на меня много наговорили. И Майорам Дешевнов, и супруги президента, и самому Акаеву мозги втирали, что там Кулов мечтает о захвате власти. Вас, когда губернатором отправил, Оскар Акаевич, он уже вас как бы хотел дистанцировать, правильно? И от себя, и от власти. Ну да, так получилось, потому что я сделал заявление и сложил себе полномочия этого вице-президента. Почему? Потому что на заседании я был одновременно и вице-президент, избранный парламент. Я одновременно был депутатом. И так получилось, что по кумтору надо было выступить. Я не был согласен с отдельными положениями, кто заключал договор по кумтору. И для того, чтобы иметь свободность критиковать правительство, министров, а будущий вице-президент как-то не очень правильно. Я должен согласовывать с президентом. Поэтому я заявил, что я ухожу в отставку, и как депутат, теперь я имею право критиковать. Ну и поскольку я добровольно шел с вице-президентом, Акаев мне предложил уйти в Чуйскую область, но при этом я оставался формально в должности вице-президента. Я помню, будучи губернатором Чуйской области, вы встретились с Джорджем Бушем, младшим, в Америке. Он был губернатором Техаса. Ну, у нас встреча не очень долгая была, но он достаточноеобразный человек. Видимо, ему тоже дали информацию. И вот он меня прямо спросил, вы хотите стать будущим президентом? Начал с этого сразу. Я на него посмотрел и говорю, да вы знаете, как-то не мечтал об этом. Достаточно вот этой должности себя показать. Вот как-то такой разговор был. Он все-таки был сыном президента и уже, наверное, рассматривался тогда. Не было ли у Акаева в тот момент мысли о том, что Америка могла бы вас поддерживать, и новая ревность не возникла ли от этого? Ну, вы знаете, вот эти разговоры Америка, Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, вот ближние соседи что-то нас поддерживали. Вот поверьте моему опыту. Ну, слухи-то шли просто. Да, поверьте моему, это все обывательские разговоры. Понятно, да. За этим реально ничего этого нет. В настоящую опалу вы попали, когда вы стали мэром города Бишкек. Уже тогда Акаев не хотел, и это случилось, или как? Нет, там было очень просто. Дело в том, что ко мне моим первым замом назначили мессира Ширкулова. Это, знаете, друг... В МНБ. В МНБ, Министерство национальной безопасности. Да, да, да. И он там уже начал под вас копать. Ну, и через год... Я, в общем-то, не хотел идти в это министерство. Когда был я губернатором Чуйской области, Акаев меня пригласил. Почему я туда? На все эти должности я не просился. Акаев меня пригласил и говорит, вы знаете, говорит, полгода, значит, находится фактически в реанимации, да, без сознания находится Анарбек Бакаев, министр национальной безопасности после аварии. Полгода уже. А, он действующий, но в коме. Но лежит в коме. Полгода. И он говорит, это неправильно. Поэтому надо, чтобы кто-то был назначен. И мне предлагает должность. Я сказал, Оскар Качич, я не могу пойти на эту должность, потому что... Ну, живой человек фактически. Хотя он, может быть, не двигается там в коме. Но как я пойду на это место? А почему не освобождал он просто? Ну, он говорит, я уже переговорил, значит, с супругой. Супруга согласна, чтобы мы освободили по болезни его. А почему? Я говорю, ну, давайте потерпим немножко. Ну, может быть, как исполняющим кого-то назначить. Он говорит, не могу. Потому что там стала система разлагаться. Это единственный орган, который еще имеет авторитет в народе. Ему верят. А там уже, говорит, ну, какие-то нехорошие вещи мне назвал, что там происходит. Да, я не буду об этом говорить. Вот. И это меня... Я вынужден был согласиться, поскольку, когда президент предлагает, отказываться нельзя. И вот таким образом, значит, я стал министром национальной безопасности. И одновременно сразу же к вам представили Аширкулова или позже? Да, я Аширкулов потом сам напросился, чтобы, вот, раз вы Аширкулова боитесь, давайте я стану первым у него замом. Ну, его поставили ко мне. А я ему сказал, Аскар Акач, я почему не хочу быть? Вы знаете, я ему сказал так. Я хочу... Я долго... Я ему так сказал. Я хочу сажать кукурузу, но не хочу сажать людей. Так, пошутил. Он рассмеялся. Ну, говорит, давайте, будете там работать какое-то время. Ну, и определенно, конечно, у нас были условия о том, что, значит, я не буду заниматься политическим сыском. Мы так договорились с ним. И он сам это поддержал. И что мне понравилось, почему я еще дал согласие, он прямо сказал, что пусть меня критикуют. Ну, лишь бы вот меньше задевали бы мою семью, не оскорбляли как-то вот так. Можете как-то поговорить за Мирой Садыковой, значит, да, спокойно, Мелесом и Шемкановым, вот, чтобы как-то семью хотя бы не трогать. А так, пускай критикуют. Почему он так сказал? Чтобы люди, говорит, должны поверить, что у нас есть демократия. Пусть критикуют. Мне это понравилось. Я, кстати, вызывал за Миру, вызывал Мелеса, и сказал, ребята, давайте так, ну, по отдельности. Критикуйте меня, критикуйте мою систему, там, Акаева. Ну, пожалуйста, как-то семью старайтесь, объективно, да, чтобы по пустякам так не дергать. Но потом он предпочел вас иметь в качестве мэра Бишкека. Мэром, опять-таки, вот здесь получилось так, что с должности попросился я сам. Я зашел, он сказал, говорю, Аскар Акач, я вашу задачу выполнил, работу наладил. Вот, я тогда создал впервые, вот сейчас говорят, подразделение Альфа, допустим, да. Значит, это было очень маленькое подразделение, 8 человек. Я создал подразделение, которое назвал Калкам. Чит. Почему я это сделал? Потому что Альфа, она имела отрицательный имидж среди других стран, особенно на Западе, вот, как подразделение КГБ СССР. Поэтому я решил другое название. И за счет этого названия наши сотрудники, которые пришли в это подразделение, они имели большую возможность пройти стажировку практически в западных странах. И не только в России, но и в западных странах. То есть мы имели уже международный опыт в борьбе с контрабандой, значит, с другими экстремистскими проявлениями. Если бы этого не сделали бы, мы бы такого международного опыта не накопили. Но, однако, именно этот Калкан и напугал Аскар Акаевича. Калкан. За это вы и сели практически. Я хочу поговорить о вашем тандеме с Бакиевым. У вас был тандем до этого с Тикибаевым на выборах президентских 2000 года. Можете ли вы дать сравнительный какой-то анализ? И почему так произошло в вашей жизни, что вам приходилось идти все время на тандемы в качестве как бы второго лица? Здесь, к сожалению, мы учитываем региональный фактор. Да, региональный. Бакиевым был с севера, должен быть представитель также юга, чтобы показать. И надо сказать, что тогда Тикибаев набрал больше 10%. Это при том прессинги, которые... А, реально 25%, по-моему. Да, даже больше. Даже больше, да. Вот. Вот таким образом. При этом я там, значит, так сказать, ну, если мы скажем, у нас никаких ни денег, ничего не было. Да. Понимаете, это чисто шло, так сказать, на популярности. То, что с Бакиевым, там несколько иная ситуация. Когда я освободился, там была у меня встреча Азибеку Бекназаров, меня пригласил, и мы тоже за чашкой чая сели, и он мне прямо сказал, что южане не пропустят теперь северянина, надо, чтобы был южанин. А вы хотели идти сами на президента? Нет, ну тогда другая команда там, значит, была, которая хотела меня поддержать, я согласился. Мы потом посоветовались, и мы решили, что, ну, раз так ситуация складывается, чтобы не разделять север-юг. Вот тогда вот мы решили сделать вот такой тандем. Более того, что интересно, значит, после освобождения меня приглашает посол Соединенных Штатов Америки Стивен Янг. И прямо сказал. И я ему тоже сказал, давайте как, вы, я не дипломат, давайте прямо поговорим. Он мне прямо сказал, Бакиев мой друг, я вас не знаю. Поэтому больше саймпатии к Бакиеву. Я говорю, no problem. Вы считаете, что Америка влияла на первую революцию? Нет, не об этом речь, не о том, чтобы она влияла. Она, так как вам сказать, она смотрела кандидатов. Интересно, произошел у меня разговор с Ушакова Вячеслава Николаевича. Это был заместитель ФСБ. Раньше он у нас работал. Он раньше работал в Джалабаде, был руководителем КГБ по Джалабадской области. Когда я освободился, мы сидели с ним в Хаяте, вот так вот на веранде. Времени было мало, у него полчаса, у меня где-то минут тоже, 20-30. Вот. И мы тоже самое, Вячеслав Николаевич, прямо, без всяких этих, мы два генерала, прямо по генеральски вопрос-ответ. Он меня спрашивает, вы агент ЦРУ? Задает мне вопрос. Я говорю, отвечаю. Когда меня посадили, моя семья, ее не приняли в России. Мою семью вынуждена была уехать в Америку. И в Америке, в Америке, моя супруга жила на втором этаже, сняли квартиру. Чтобы содержать квартиру, она пекла беляши и продавала на первом этаже. Русская женщина держала магазин, продавала. Моя дочка в 16 лет пошла работать в магазин, продавать эти диски музыкальные, поскольку она знала английский, музыку знала и так далее. Моя дочка пошла в обычную школу, не в частную, а в государственную школу пошла. Мой родной брат, полковник, ездил, собирал мебель, да, и потом стал охранником частным, чтобы содержать семью. Это что, агенту так дают возможность? А гравы на него наехал Вячеслав Николаевич. Почему так думаете? Он сразу раз по тормозам. Ну хорошо, а теперь вас называют агентом ФСБ, ставленником Кремля и все время политиком, который выражает кремлевский интерес. Значит, Кандали... Вы как двойной агент в Севизии. Я был премьер-министром, Кандали за раз, госсекретарь Соединенных Штатов. У меня спрашивают. Вот вы, значит, господин премьер, как-то вот симпатии относят к России. Я, кстати, об этом в факте писал в своей книге, в мемуарах. Я сказал, уважаемый госсекретарь, давайте так, вы американцы, народ очень прагматичный. Давайте с точки зрения прагматики поговорим. Уберем все остальные моменты. Вот, и как политик. У нас маятниковая миграция, это когда люди приезжают, уезжают, значит, граждан Кыргызстана в Россию, 1 миллион человек в год. Они присылают нам деньги, равные фактически нашему государству бюджету. Более тогда 200 тысяч, тогда на тот момент, кыргызов приняли российское гражданство. Предположим, если какие-то будут осложнения с Россией, эти люди возвратятся. Какое-то нанесет нам мощный ущерб. И напряжение социальное вызовет или нет? Да, вызовет. Вопрос естественно, говорит, я все поняла. Поэтому для политика важно иметь дружеские отношения со всеми. Это дурак может ссориться. У нас один такой президент был, который со всеми пересурился. На простых людях отразилось. Не может себе позволить руководитель государства со всеми ругаться. Хочешь быть в политике, значит, тем более в стране, которая, значит, не такая, не сверхдержава, дружи со всеми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Вашу партию поддерживали российские деньги? И Народный фронт поддерживали ли российские политики? Ну, Народный фронт, если бы поддерживали, мы бы захватили власть деньгами. Это первое. Ну, морально. Значит, первые выборы, которые мы выиграли, я вот положаю вам, как говорится, да. Спросите всех кандидатов, которые были в этом списке, депутатов моей фракции, кто хоть один тынь заплатил. Это первое. Теперь посмотрите, у людей, кто из народа скажет, что Агрономысского это подкупало. Те выборы, которые прошли в 2010 году, вот после революции, они были на волне энтузиазма. А вот вторые выборы в 2015 году, там сыграли роль деньги. У нас денег не было. Если бы у нас были бы деньги, нам кто-то помогал бы. Россия, Америка или там, значит, из Марса кто-то приехал бы, нам деньги дал бы. Мы бы стали бы депутатами. То есть вы провалились, потому что денег не было? Естественно. Ну, может быть, вам просто уже больше не давали? Ну, я говорю, первые выборы мы же выиграли без денег. Без денег? А, окей. Об этом речь идет. Верик Шершенбаевич, очень яркая история была в ваших взаимоотношениях с небезызвестным авторитетом Респеком Акмадваевым, когда он митинговал на площади против вас. И какая-то негласная поддержка была Бакиева в этом вопросе. Его, его поддержка. Да, поддержка, ну, Респека поддерживала Бакиевская сторона. До этого было убийство Усена Кудайбергенова, вашего соратника. Вот он на фотографиях революционных. Известно, что это все-таки дело рук Респека, так? Или по заказу Бакиевых. Пожалуйста, вот это такое белое пятно еще осталось. Откройте нам свет, пролейте на это. Ну, Бакиев к этому отношению не имеет. Я хочу сразу сказать. Дело в том, что Усен Кудайбергенов заявил официально, вот что, значит, вас крышуют бандиты. Чтобы вы ушли от этого крышевания, подходите ко мне, я встану на вашу защиту. Ему сказал? Он сказал бизнесменам. Он так объявил. Естественно, те, кто крышевал вот этих бизнесменов, это им не понравилось. Крышевали-то в то время люди Респека Ахматбаева. После этого его и убивают. Но то, что вы были его мишенью Респека, это абсолютно точно. Он нам лично сказал это в интервью моей газете «Лица». Что он доберется до вас, что он вас уничтожит. Я, честно скажу, я хотел его лично застрелить. Честно скажу. Но, как говорится, Бог есть, я этот грех на душу не взял. Его застрелили другие из его же окружения. Это не Бакиевы избавились от него? Но Бакиму это было тоже выгодно, так скажем. Но чтобы они рукоприменели к этому, не могу сказать. Но им было выгодно, Бакиеву. Почему? Я объясняю. Респек Ахматбаев Покушался и пытался убить одного из моих ребят. И он выжил. Чудом выжил. Да, да, я помню. Вот. А Респек после этого, когда сообщение в милицию пошло, он спрятался на квартире Максима Бакиева. Это оперативные данные. На улице Джебек-Джолу. И там спрятался. А потом, уже поскольку Бакиевы были за него, значит, они нашли одного пасечника на Иссыкуле, который сказал, что в день покушения на убийство он к нему заходил, приносил мед. И таким образом дело закрыли. Вот если бы сейчас подняли бы это дело, и этого пасечника бы опросили, он бы дал другие показания. То есть Максим крышевал Респек? Максим крышевал ему, да. Потому что он, кстати, ему очень пренебрежительно относился. Почему позволял себе Респек говорить, я приду в парламент, дубинкой буду гонять министров. Но это мог себе кто позволить? Человек, который связан с властью. А просто какой-то пришел человек, значит, из криминалитета и стал угрожать власти, так Бакиев бы никогда не потерпел бы этого. Какие у вас разговоры были с Максимом Бакиевым? И даже, я не знаю, если возможно эту тему затронуть, были романтические отношения вашей дочери Джамили с ним. Ну, вы знаете, как дети друг друга знали. И поскольку дети друг друга знали, я об этом не знал, что дети... Просто какое-то круг общения, они несколько, 3-4 раза встречались. Ну, как в кругу, в общем, там было. Может быть, моя дочка ему понравилась, но моя дочка как-то, значит... Потом я спрашивал, она говорит, не, папа, говорит, ну, не понравился он. Он, может быть, пытался ухаживать, не счет. Ну, дочка такая, она в этом плане очень такая, как вам сказать, капризная в выборе. Понимаете? Она, в общем, сразу его отвергла. Видела, что это такой, ну, самодовольный парень. Не понравился он ей. Вот. Такой момент был. Вот. С Максимом Бакиевым один раз он попросил сам Бакиев, чтобы он ко мне пришел, когда был премьером. Он хотел какие-то свои взгляды на какие-то экономические вещи рассказать. Я его послушал. Ну, парень неглупый, надо признать. Парень неглупый. Вот. Что-то какие-то вещи рассказал. Я сказал, ну, хорошо, я понял, чту. Где-то давайте. Если есть интересы, можно письменно написать. Вот в таком плане и все. На этом был. Помните, вы Бакиеву сказали, когда ваш тандем вошел в силу, вы сказали, давайте наш бизнес, наших детей и родственников будет за рубежом где-то. А не здесь. Ну, такой разговор был, да. И потом, когда пошло по-другому, вы об этом прямо разговаривали с Бакиевым? Были у вас... Ну, вы знаете, я же все-таки недолго там был, да. И потом, когда я ушел, уже потом они САРИ создали, да, вот Центральное агентство развития инвестиций. Туда назначили Максима Бакиева и так далее. Поэтому здесь уже... А при вас еще не было таких у вас стычек с его родственниками? Нет, в то время это было сложно, потому что все-таки... Во-первых, я старше Бакиева был. Вот. И по должностям, когда он был как-то... Ну, ниже меня по должностям стоял врач. А они субординацию соблюдали? Да, и в этом плане, конечно, как-то... Ну, ему неудобно было, мы все-таки в Адзе живем. Он как-то не мог на меня прямо влиять, там что-то еще говорить. Ну, вы же ему мешали во власти. Вы же им, клану мешали. Мешал, поэтому меня и убрали. Почему вы не вышли на митинг, когда вас ждали? Это когда против ноября? Ну, во-первых, я прямо скажу, что ко мне приходили, я сказал, требования же правильные, но путем митинга решать неправильно. Почему? Вы хотите, чтобы я вышел и сказал, что я вот премьер-министр, ухожу до Лойба Киева. Это, знаете, это не по-мужски, во-первых, раз. И не по-государственному, это два. В-третьих, там 99% были северяне. Это фактор, надо тоже было учитывать. Однако, почему-то вы потом Народный фронт точно таким же путем митингов подняли. А потом я уже, когда уже потом они меня кинули, у меня было моральное право уже вместе объединиться и с южанами тоже. И уже я имел море, я уже не работал. На госслужбе не состоял. Он меня кинул. Поэтому я имел право высказать свое недовольство. Но я не требовал его отставки. Я требовал конституционной реформы. И мы этого добились. А Тамбаев тогда пошел из оппозиции во власть на должность премьер-министра. И он достаточно оскорбительно отзывался о митингах Народного фронта. Не обращайте внимания. Он же такой человек. Он оскорбил и Азарбаеву. Кого он только, и Эрдоган оскорбил. Вы первый такой официальный политически репрессированный в нашей стране, который занимал высокие государственные должности и был политически репрессирован, и на сторону которого вышло огромнейшее количество народа в свое время. Сейчас на тему политических узников, как вы смотрите, что вы, почему наша история после двух революций повторяет все то же самое, почему мы даже, по-моему, в это вскатились в гораздо более худшую ситуацию с этим делом. Гораздо худше, чем при Акаеве. При Акаеве, да. Даже не смотря, что меня Акаев незаконно посадил. Да, при Акаеве только вы были. Тургуналиев он сам помиловал. Да, вот несмотря на это, здесь Акаеве где-то сыграло там, ну, личное, так скажем, понимаете, это не было и в системе его управления. У Атамбаева, к сожалению, на последнем издыхании, когда он уже, значит, находился, вот, он захотел остаться дольше еще у власти, хотел стать негласным там, или Дэн Сиапином, или, значит, Аятала Хамени хотел стать, да, управлять по-прежнему, ни за что не отвечая. При этом, или, допустим, значит, такой, как бы, духовный правителем сам, да. И вот он уже пошел на то, что стал использовать того же Абдиля Сигизбаева, значит, того же Индиру Джолдобаева, вот, вот, как бы, как репрессивный аппарат для того, чтобы задавить тех, кто может помешать ему дальше царствовать. Я прямо говорил, когда Сигизбаев был руководителем Джолдобаева, я прямо говорил, что это подстава, что это оперативники сфальсифицировали уголовные дела и на Тикибаева, и на Народный парламент, и на Каната Исаеве, и на всех других, которые сейчас сидят по политическим мотивам. То есть, а Атамбаев однозначно, по вашей оценке, хуже Акаева как президент? Не дай бог еще такого, Атамбаева страна не переживет. Почему новый президент, который вроде бы разорвал все ниточки с Атамбаевым и пошел против него, почему он не освобождает политических узников? Ну, это вопрос не ко мне. Хорошо, что он должен сделать? Ну, я уже неоднократно об этом тоже говорил, на мой взгляд, было бы очень правильным решением, учитывая общественное мнение, учитывая, что эти дела были фальсифицированы, надо было дать поручение, официальное поручение новому председателю Госкомитета национальной безопасности провести служебное расследование по тем фактам, как они использовали оперативные силы и средства для добычи вот этих якобы доказательств. И там сразу бы все стало бы понятно, но если бы меня там кусили бы на, так скажем, на дней 20, посмотреть все эти материалы, я вам уверяю, я бы нашел полностью, как они там фальсифицировали, что это делать. Не дожидаясь этого, надо было принять акт помилования в отношении всех этих людей. А вы можете назвать самое главное, скажем так, преступление Домбаева во власти? С точки зрения политической, то, что он использовал репрессивный аппарат для того, чтобы защищать свой собственный интерес и свое будущее. Вот мне кажется, что вот назначение телохранителей, водителей и пресс-секретаря на структуру, которой вы руководили в свое время. Это как бы даже оскорбление государства. Это оскорбление собственного народа. Собственного народа, да. Илья Шершенбаевич, чему вас научила тюрьма? Вы сколько лет просидели? В общей сложности где-то чуть меньше пяти лет. Я не жалею, вот честно скажу. Многие жалеют в каких-то годах. Я вообще никогда ни о чем не жалею. У меня другой характер по натуре. Понимаете? И некоторые где-то ломаются или еще что-нибудь. А я, например, считаю. Ну, Бог дал такой способ, не надо его выдержать. Нет проблем. В свое время вы как бы простили Оскара Акаевича, заявили об этом. Сегодня мы должны его вернуть в страну? Потенциал Акаевича все-таки очень большой. Это ученый человек, да. У него интересные разработки. Разработки, связанные с тем, как преодолеть различные экономические кризисы, он на собственных ошибках сейчас многое постигает. И тем более у него есть потенциал. И, безусловно, он бы хотел внести свой вклад для того, чтобы остаться в истории народа, значит, ну, так скажем, порядочным человеком. И это поднимет как бы авторитет его рода. Это очень важно для Кыргыза. Я бы его вернул бы, но с определенными условиями, чтобы он где-то что-то здесь старался бы работать на страну, работать на правительство в качестве советника и так далее. Как вы думаете, новый президент может стать президентом-реформатором? Вот так просто ваш взгляд опытного политика? Вот сегодня такое время, когда надо все-таки делать в команде. Одному человеку очень сложно. И плюс к этому, к сожалению, у него ограниченные права. Он не может прямо давать указания правительству. Понимаете? Это тоже какой-то сдерживающий фактор. Сама Конституция ему не позволяет вот таким быть. Суренбай Шарипович человек очень опытный. Он тоже прошел с низов. Хозяйственник, да. И тем более очень хорошо разбирается в региональных вещах. И мне кажется, вот здесь, если поддержит еще правительство, Вот. И очень важно, чтобы правительство не из-под палки действовало, а давало свои предложения на опережение. Потому что президент не может каждый раз ходить и сказать, говорит, хамчимин, да, вот давай, делай, делай так. Это же как-то, ну не его уровень. Понимаете? Все-таки полномочия ограничены. Должны впереди идти, значит, сами члены правительства. К сожалению, этого нет. К сожалению, стали бояться быть инициативными, брать ответственность на себя. Потому что, не дай бог, где-то неправильно что-то решение примут. Завтра придет прокурор, а когда с должностью уйдет, еще могут и посадить. Вы думаете, борьба с коррупцией будет доведена до логического завершения? Я предлагаю, чтобы антикоррупционная служба, ГКНБ, эту службу выделить из состава ГКНБ. Потому что у ГКНБ много других задач. А на базе АКС создать Национальное бюро по борьбе с коррупцией. Это было бы более прозрачно, контролируемо со стороны президента. И у них совсем другой подход был бы, понимаете? У них был бы подход не узковедомственный, комитетский подход, а подход на основе, так скажем, глобальных государственных проблем. Как вы думаете, Атамбаев должен сесть в тюрьму? Вообще президенты должны сидеть в тюрьме? Если виноват, суд решит. Ходят слухи, что он готовит новый переворот, особенно там, среди ваших земляков в Чуйской области. Ну, я тоже с земляками общаюсь, поэтому, я вам так скажу, хотеть никому не вредно. Ну, есть почва для таких разговоров? Ну, я думаю, что если вдруг он попытается что-то сделать, это будет его последняя песня, и она будет за решеткой. То есть шансов нет. И она будет за решеткой, может, там уже песни свои петь и так далее. Не советую. Спасибо большое, Феликс Шашенбаевич, за наш сегодняшний разговор. Дорогие друзья, мы завершили наше интервью с Феликсом Шашенбаевичем Куловым, который занимал слишком много политических должностей для того, чтобы их... Но я их не просил. ...перечислить. Но ни одно из них он не просил, а, наверное, заслужил все-таки народной любовью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!